Итак, сегодня новая для нас тема, новая для меня тема, о которой я еще ничего не говорил, все было около, да, рядом, а это тема реальности. Так, и первое, что хотел бы я предварить, и о чем велись основные дискуссии на эту тему, можно ли или не можно применить единую логику, говоря о реальности, к разным антологическим регионам. И вот основную задачу, которую я хочу перед тобой поставить, это выстроить такую концепцию, выстроить такую логику, такой подход, который бы одинаков был не только для физической реальности, так называемой в кавычках, да, но и для остальных антологических уровней, для биологического, психологического, ментального, духовного. То есть если мы выделяем некий объект на любом из этих уровней и задаем какой-то вопрос по поводу реальности, то мы должны действовать одинаково, а не ссылаться на какие-то различия между этими уровнями. Если же есть такая развилка и назвать реальность только физическую реальность, тогда на этом можно сразу же и закончить, просто прочитать вот это определение и закончить сегодняшний семинар. Реальными называются феномены, которые эквивалентно воспринимаются в опыте совместной деятельности, бытовой и научной, подавляющим большинством субъектов. Можно признать это, что мы все вместе, что считаем одинаково в нашем опыте, это есть реальность, и уже не разбираясь там в принципах, почему она является реальной, ну просто на этом и закончить. Если мы хотим продвигаться дальше, на другие антологические уровни, то тут встает один концепт, один аргумент, который выдвинул Балат, и он действительно везде выдвигается. Это аргумент такой, что если на физическом уровне перед нами имеется чистое восприятие, и мы говорим именно о некой давности объекта, то, скажем, в области политики, этики, эстетики мы должны говорить об интерпретации. Мол, у нас есть некий объект, вот он есть, есть такой вот реальный, а разнятся только интерпретации. И вот я хочу сейчас зачитать короткий текст, чтобы снять этот вопрос и продвинуться дальше, там уже будет все более-менее со слов. Так, при обсуждении проблемы реальности в антологических регионах выше физического, этического, политического, философского, постоянно всплывают два понятия, требующих дополнительного к себе внимания. Это событие и интерпретация. Часто они идут в связки. К примеру, на тезис, что люди по-разному воспринимают нечто, увиденное в политических новостях, обычно следует возражение. Не-не, событие для всех одно, это интерпретации разные. Смысл этого заверения вполне тривиален. Предполагается, что есть некие объективы, в самом деле, реальный политический феномен события, а все разночтения возникают вследствие недостатка знаний, приводящего к неправильным интерпретациям. И стоит только такому несведущему человеку объяснить, что к чему и он узреет, то самое реальное на самом деле, то, что, конечно же, изначально было дано объясняющему и правильно им интерпретировалось. Прежде всего, тут хотелось бы отделаться, отвязаться от лишнего, на мой взгляд, удваивающего данность понятия интерпретации. Ведь говоря о восприятии феномена на любом антологическом уровне, мы подразумеваем непосредственную, текущую его явленность, а не последующее его осмысление, оценку, объяснение, которое и принято называть интерпретацией. Такая интерпретация, осмысление, оценка, объяснение, есть и при восприятии, вернее, после восприятия физических феноменов. То есть, говоря о интерпретации, мы просто вводим в рассмотрение новый дополнительный феномен. А он нам нужен? Можно, конечно, термин интерпретации использовать и в другом, не оценочно-ментальном смысле, а как указание на непосредственную данность феномена субъекта. Речь идет не о последующих рассуждениях, а о интерпретации как в самом акте восприятия. Тогда термин интерпретация является синонимом восприятия. Между фразами восприятия камня и интерпретация политического события нет принципиального различия, а только дополнительный намек на факт зависимости восприятия от субъекта. Итак, при обсуждении проблемы реальности в любых антологических регионах, на любых уровнях следует исключить из лексикона понятие интерпретации, как либо множащие феномены, сам воспринятый феномен это раз, а его ментальная интерпретация, объяснение, оценка это два, либо как синоним восприятия данности. Теперь о событиях, то есть об объекте, который воспринимается нами как изменение состояния некоторого феномена, включая его появление или исчезновение. Удар ногой по мечу, понимание новой идеи, ну и наше изначально увиденное в политических новостях. Все это события. Самое главное здесь понять, что речь идет не о восприятии феноменов, задействованных в событиях, изменяющих свое состояние, не о мече, не о идее, не о политическом деятеле, а о некотором новом объекте, новом феномене, который мы и называем событием. То есть, когда говорят, что в новостях все увидели одинаковое или прочитали в книге одно и то же, то указывают не на события, а на объекты, участвующие в событиях, на ногу и мяч, на последовательность букв. Обсуждая понятие событий, надо понимать, что в одном и том же месте, в одно и то же время, одно и то же отношение объектов может быть воспринято как множество разных событий. Удар ногой по мячу может быть описан как физическое событие, как физиологическое событие, а также как футбольное и даже эстетическое. И это не разные интерпретации ментальной одного физического события, а разные объекты по-разному воспринятые на разных антологических уровнях. В новостях покажут события исполнения штрафного удара, после которого мяч залетит в ворота. То есть футбольное событие, а не физиологическое или физическое событие соприкосновения ноги с мячом. И самое интересное, самое важное, что для разных зрителей, казалось бы, физически одно и то же положение мяча и ворот будет восприниматься как принципиально разные события, хотя и называемые одним словом «гол». Согласитесь, «гол» ворота своей команды и «гол» ворота соперника – это два разных события. Итак, возвращаясь к примеру с политическими новостями, следует сказать, что непосредственной данностью субъекта является, скажем, не соприкосновение кулака одного депутата с лицом другого, а некоторое политическое, на политическом уровне событие, воспринимаемое как целостность до и вне всякой ментальной оценки, всякой оценки, обоснования, интерпретации. То есть руководитель фракции, оппозиционный политик, обыватель увидит в новостях разные политические события, разные политические феномены. Причем, скажем, для жены пострадавшего депутата вообще не будет никакого политического события, то есть для нее это соприкосновение кулака с любым лицом будет воспринято как явление в совсем другом антологическом регионе. К чему это все? Да все к тому же. Первое. На каждом антологическом уровне для субъекта существуют соответствующие уровни феномены-объекты. Второе. Механизм их восприятия не зависит от уровня, он должен мыслиться в одних и тех же понятиях. Третье. Ни на одном из уровней нет никаких на самом деле, нет объективных ни камней, ни политических событий, есть только явленные субъектом феномены, согласно их субъектной сложности. Так, а теперь приступим к разбору, что же все-таки мы хотим мыслить под реальность. Для начала я... Не будем обсуждать это? Это? Нет, я думаю, что потом. У нас три замечания. Ну, давайте прорвемся, если на всякое время, там, на несколько минут, да. Ну, тут, во-первых, вот, модель интерпретации, если вот ее отрицать, как вы делаете, на самом деле, означает не что иное, как отрицать модель знака. Вот у знака есть различие между тем, что нечто означает... Значит, ладно, я отвечаю. Значит, здесь речь идет не об отрицании, а то, что это несущественно. То есть даже когда мы воспринимаем физические объекты, да, мы тоже можем их интерпретировать и поставить им знак. То есть речь идет, мы не доходим вообще до знака. Мы говорим о том, что мы также воспринимаем физический объект и можем его интерпретировать дальше, теорию проложить, знак положить. И точно так же мы можем воспринять политическое событие и дальше интерпретировать, обозначить знаками. То есть это не отрицание, а просто это другой уровень. Мы это не должны считать. Нет, просто физические объекты, они не знаки. В этом состоит различие. Так это... А политическое событие это знак? Политическое событие это знак. Почему? Ну, потому что его можно воспринять как знак. Так а почему нельзя камень воспринять как знак? Нет, камень тоже можно воспринять как знак, как угрозу и прочее. Но изначально физическая реальность, если мы говорим о физической реальности, то, что мы воспринимаем, это не знаки. Так и здесь тоже это не знаки. Мы потом можем... Делаем, что интерпретация... Именно поэтому, когда мы говорим про физическую реальность, можно говорить вообще об истинности. И именно поэтому, когда мы говорим о политической реальности, никакой истинности вопрос не идет. Там нет никакой истинности. И там есть разные точки зрения. Когда мы говорим об истинности, мы говорим о суждениях. Я же вообще о суждениях не говорю. И когда я вижу какой-то феномен физический, я как-то его воспринимаю непосредственно, и я вижу точно так же этический и политический феномен, точно так же непосредственно его воспринимаю. Вы говорите, что я знак воспринимаю, а там не знак. Я могу воспринимать какое-то физическое событие. Скажем, летел самолет и упал, это физическое событие. Но при этом я могу камень летел и упал, эмоционально не воспринять, а самолет упал, эмоционально не воспринять. Мы можем воспринимать все, что угодно. Да, я говорю только об этом. Почему интерпретация? Интерпретация это следующий шаг. Мы все, что угодно, можем воспринимать как знак. Почему все, что угодно? Нет, ну можем, но сейчас на знаках не говорим. Да, но как бы физическая реальность претендует на то, что она не знак. Она еще не знак, и все не знак. Все не знак. Все не знак. Нет, а как бы... А почему, скажем, моя эмоция это знак? Почему это знак? Может стать знакомым. Может, и камень может стать... Булат, я не отрицаю, что оно может стать знаком. Я просто говорю, что то, что может стать знаком, это не аргумент. Нет, ну просто вот чем отличие физические реальности от любой другой? Ну да, это отличие. Физическая реальность, она не знаковая, это не знаки. А все остальные реальности, они знаковые. Нет, нет, Булат, нет и нет. Поэтому различительным, поэтому там есть интерпретация, а физическая реальность... Тоже есть интерпретация. Нет, конечно, к физической реальности мы можем тоже так знакомо относиться. Значит, втянуть в сферу знаковости. Давайте просто по-русски, русский язык анализировать. Если я говорю интерпретация, то я что-то уже интерпретирую. Я могу физическое... Чтобы интерпретация, чтобы что-то было уже. Да, да. Вот когда я что-то интерпретирую физическое, там непонятно, камень, химические взаимодействия, еще что-то. И то же самое на любом уровне. Когда я интерпретирую, мне сначала некая данность уже дана. Так я говорю об этой данности, а не об интерпретации. Вот первым... А потом я уже буду думать, интерпретировать как-то. Это уже ментальное. То есть интерпретация, это уже ментальный следующий шаг. Да, но мы часто не замечаем разницу. Часто мы так и так живем. Мы часто не замечаем, на самом деле, что есть данность, а что интерпретация. Нет, почему всегда различаем? Ну как мы? Мы всегда различаем, что есть интерпретация, а что есть данность. Явление рефлексии в том, что состоит, что можно действовать не понимая, а рефлектирует, потом понимать, в чем различие данности и моей реакции на эту данность. интерпретация это не реакция интерпретация это не реакция интерпретация интерпретация принимается как значение знака вот есть вот некий сигнал без знаков даже мне тоже интересно почему не в состоянии отличить интерпретацию данности мы мы сидим и там шерох в идвях каким-то и доктор О, это не яда, чего там делает. Да, но сам шорох есть, а дальше интерпретация. Явлением является шорох. И тем не менее, любое явление, оно описываемо только в рамках некоторых текстов. Нет, нет, не яда, нет, и шорох другой. Ведь даже наше восприятие просто звукового поля, но Бог нас, и то, что мы понимаем Бога, как речь, она как раз основана на том, что мы не в состоянии различить собственную интерпретацию от данности. Дело в том, что наше сознание устроено на основании интерпретации так, что оно принципиально, в отличие от сознания китайцев или вьетнамцев, не различает тона. Нас это одно и то же слово. Игорь, я полностью с вами согласен. То есть, либо мы ни на каком уровне, то есть, здесь нет такого, что... Либо на физическом есть интерпретация, с шорохом листьев, со звуками и в политическом событии, либо нигде, либо мы под... Я уже там говорил, там не ж было в тексте. Либо мы это как воспринимаем, интерпретацию отождествляем с восприятием. Тогда она отождественно везде. То есть, нет такого вот... То есть, если мы пишем вот здесь физический уровень, да, то есть, скажем, духовный какой-то уровень, то вот если проведем вот здесь, то есть, мы не проведем вот эту черту, что вот здесь есть интерпретация, а вот здесь вот и нет интерпретации. Хорошо, но вот вопрос об истинности тоже как-то? Нет, вопрос об истинности здесь... Булат, вопрос об истинности ставится только в логике. Но как наука устанавливает, что... А в науке мы не говорим. А мы говорим, когда... А я не говорю. А можем говорить о физической реальности вне науки? Ну, так вот и будем говорить. Есть образцовая реальность. Это типичнейшее забалтывание. А почему мы не сказали о науке? Давайте об искусстве поговорим. Извините, забалтывание – это уже из разряда демагогии. Просто вы шкалу рисуете непрерывно. А на самом деле это же надо доказывать, что это так. А вы сейчас как бы давайте не будем это делать. Нет, я не рисую штуку. У вас от физической реальности к духовной у вас просто одна и та же реальность фактически. Ты просто разбитая… Ну, ты сказал, что я нарисовал реальность? Нет, но вы… Я сказал, что… Я сказал, что… Вы говорите, то есть ваш тезис, ваш тезис, что вот до какого-то уровня эта данность чистая, без интерпретации. А дальше начинается с интерпретации. Нет, данность там тоже с интерпретацией. Только интерпретация есть произвольная, где я могу абы как, как в политике. Один сказал одно, другой сказал… Почему? А чем вся разница? И оба мнения как бы… Ну, физики так не бывает. Это то, что устанавливать на эксперименте, что… Один сказал одно, другой противоположно. Проверили, один не прав. Ну, это же… Давайте закончим разговор. То есть, если вы утверждаете, что интерпретация отличает… Вот где-то вот… Вот до этого уровня онтологического у нас нет интерпретации, а вот на том уровне у нас интерпретация есть. Я хочу сказать, что интерпретация есть два вида. Есть интерпретация, которая устанавливает смысл то, о чем говорится, в смысле истинности и неистинности. Есть вторая интерпретация… Это следующий вопрос… А мы мне не устанавливали… Это уже следующая… Это «право тамavoir»… Была, была. «Проверка»… Когда есть суждения… Вот, было сказано суждения, интерпретация… Дальше идет вопрос об его истинности. Мы здесь не говорим о суждении вообще. Это у вас суждением… Ну, я не говорю о суждении… У вас только с суждением истина связана… Но не связана это с суждением… ... истиность? А как же может нистиность не связанности с суждением? Хорошо, давайте этот вопрос составим. Следующий вопрос… Вот вы говорили про событие, что почему-то как бы надо отказаться от такого термина, как событие. Я не говорю такого, чтобы отказаться от такого термина. Хорошо, у вас первичный термин у вас объект, а событие может быть много раз по-разному интерпретировано. Нет, у меня событие, это определенный тип объекта, это объект. Могу зачитать. С этого и начинается. Это оказывается, просто событие... Вопрос просто следующий, сейчас это. Георгий Витгенштейн в логике о философском трактате, он как раз смещает, он говорит, что нет никаких объектов и предметов, есть только факты. И как раз факты это событие. Не бывает никаких объектов вне событий, существуют только события. В данном случае не будем мы пытаться разбираться, насколько соответствует мой рассказ Витгенштейну. И если Витгенштейн сказал так, значит давайте мы больше ничего не поговорим. Я не об этом, Витгенштейн, я сейчас привожу, что это мнение о том, на самом деле, что рассмотрение объектное, оно неполное, какое-то специфическое, и есть некого рода редукция самой изначальной ситуации, оно просто существует. Вот я вам просто это напоминаю, что вы события редукцируете к объекту, это на самом деле редукция, при котором теряется много шоу. Слушай, вот Влад, я этого не говорил. Вот точно. Но вы сказали только что, что событие это вид объекта. А я говорю, что нельзя так рассматривать. Почему? Почему нельзя? Объект это все, что дано мне в развлечении. Я понимаю, но это сужение пространства. Нет, наоборот, расширение. Если я объектом буду называть только вещи, а я объектом называю все, и события называю объектом, это расширение. Я вам просто говорю, что есть точка зрения, на самом деле, что объектное рассмотрение чего-то сужает пространство. В данном случае имелось в виду не объект, а вещественное, ой, вещевое, вещь предметная. Вот если бы я сказал, что только предметы, тогда да, сказали, есть еще факты. А в моей терминологии факт является объектом. Вы же прекрасно это знаете, что я объектом называю все. Просто все, что оно субъектом, любое развлечение. А отсюда следует, что есть как бы данность, есть ее интерпретация, это другой объект. Конечно, интерпретация, это другой объект. В этом состоится, я говорю, с редукцией. Что у вас рассматривается, потому что все разваливается, у вас ничего не связанного, у вас каждый раз возникает новое солнце. Солнце встало, а солнце отвернулся, повернулся, новое солнце, отвернулся, повернулся. Нет, скорее всего, я могу объяснить это так, что вы пытаетесь интерпретировать то, что я говорил, на самом-самом начальном логическом уровне, на самым-самым простыми терминами. Вы пытаетесь сразу погрузить свою антологию и не находите там связок. А я этих связок еще не... Ой, давайте двигаться. То есть мы опять завязнем. Так, давайте говорить о терминологии, в которой мы будем сейчас рассуждать. Прежде всего, значит, у нас есть субъект. Вопросов нет ни у кого, да? Есть объект. Вот изначально первое развлечение, которое мы говорим, два вводим понятия субъекта, то, кому даны объекты развлечения. Объекты это то, что субъекты развлечения. Дальше мы подразумеваем, берем кантовскую схему и подразумеваем, что у нас есть какая-то вещь в себе ВВС, которая определяет, что за объект дан субъекту. То есть о вещах в себе мы ничего не можем сказать, чисто вот кантовская схема. И дальше мы, значит, когда мы определили, что есть некий объект в себе, мы говорим, что объект можем воспринять как явление или как феномен. То есть вот термины какие у нас. Субъект, объект, он же явление, феномен, в смысле того, что у нас где-то есть вещь в себе, да? И тогда мы говорим, что есть вот некоторая область, в которой есть еще какие-то объекты, да? И вся эта область называется действительность субъекта. Ясно, что вещь в себе находится за пределами действительности. И вот теперь у нас встает самый интересный вопрос. Мы пишем вот здесь реальность. Реальность. И задаем вопрос. В какой сфере она должна относиться? С одной стороны, когда мы произносим реальность, мы подразумеваем, что это нечто вне нас. Нечто независимое от субъекта. Нечто, находящееся вне его действительности. То есть нечто трансцендентальное в мире, находящееся вне... Трансцендентном. В трансцендентном мире, вне действительности субъекта. Нечто то, что привносится в наш мир из внешнего мира. Но с другой стороны, когда мы произносим такие фразы, как это реальность и не галлюцинация, ну прям как реальность, это реально, то мы имеем в виду никак не вещь в себе, а имеем в виду объект, явление, феномен. То есть мы когда спрашиваем, а реально ли что-то, мы спрашиваем про феномен. А не про вещь в себе. То есть что она... И когда мы задаемся вопросом, опознаваемая ли реальность, да, как мы можем познавать реальность, как мы можем познать реальное и то, что в познании нам дано реальное, мы спрашиваем о феноменах, о явлениях. Ну правильно, вещь в себе, это чисто кантовский тельмин, как бы, если мы не в кантовской категориях, так... Я же объясню сразу, что я рассуждаю в кантовской категории, я рассуждаю вот сейчас чисто в кантовской и спрашиваю. То есть есть противоречивый вопрос о реальности. Реальность является что-то трансцендентное, вот неявленное нам, да, либо как раз о реальности мы должны спрашивать об этих столах, ручках, об этой доске. И вот данное противоречие находит разные решения в различных философских концептах. Скажите, есть философский концепт буддизма или адвайты, где реальность объявляется именно трансцендентное. Настоящей реальностью обладает абсолют, брахман, а вот наши вещи, явления, феномены объявляются лишь видимостью, маи. Есть подход такой, который объявляет все реальное. То есть я часто сталкивался в дискуссиях, что и абсолют реальный, и вещи реальны. Но тогда, если возникает вопрос, а как мы можем разделить эти две реальности, или проще еще спросить, чем существование абсолюта отличается от существования стола? Они же отличаются. А в данном случае как-то это все смешано в одну яму. Значит, остается третий вариант, что реальность обладает именно только феномены и явления. То есть мы спрашивать можем только о реальности феноменов и явлений, а не о реальности вещи в себе. То есть вот здесь, в нашей действительности, мы должны спросить, а что является нереальным, а что является реальным. То есть какой объект, этот объект или этот объект, является реальным или нереальным. Значит, опять же, если мы... То есть реальным и нереальным может бывать только объекты? Только явления, феномены, объекты. В данном случае это синонимы. То есть то, что я называл, помните, когда-то дискуссия, то, что необходимость называл... Сейчас, сейчас мы подойдем к необходимости. Сейчас, давайте, так, все, я слово услышал, сейчас мы к ней вернемся. Значит, то есть здесь у нас разбилка. Либо мы будем говорить о реальности трансцендентной и о реальности вещей в себе, но там все закрываем, расходимся. Потому что, объявив Брахман или Абсолют реальным, мы больше о реальности ничего не можем сказать. Они пусты. Они являются основой, да, но они пусты. Значит, нам нужно вопрошать о реальности объектов нашей субъектной действительности. Значит, что мы можем здесь сказать об этих объектах, находясь внутри этой действительности? Значит, мы долго об этом говорили, обсуждали и пришли к такому термину, как достоверность, да. То есть внутри своей действительности каждый субъект на основе каких-то критериев, скажем, воспроизводимости, неподотчетности нашей воли, неподчиняемости нашей воле, некой необходимости, мы можем разделить в своей действительности объекты на достоверные, достоверные, вот у нас некий объект будет достоверный, да, и недостоверные, которые, скажем, могут пропадать, которые, то есть мы сначала считали, что на достоверные подошли, а оказалось, это другой объект, то есть недостоверные. То есть у нас есть некий набор достоверных объектов нашей действительности, в существовании которых мы уверены. И одним из самых главных критериев этой уверенности, это является некое необходимость существования этих объектов. Необходимое существование, независимо от нас, ничего, некая необходимость. И мы сейчас посмотрим, откуда эта необходимость может взяться. Ну, прежде всего, когда мы воспринимаем некий феномен, явление, объект как необходимый, то есть мы воспринимаем, что эта необходимость некая внешняя. То есть мы никакими своими сознательными действиями... А почему внешними, а внутренними? Сейчас, сейчас подойдем. То есть, ну, прежде всего, мы говорим, что это что-то нас давит. Ну, почему давит? Из вне действительности в действительности что-то нас давит, прям не давит. Нет. Дело в том, что нет. Если нету нечто трансцендентного, то мы своим усилием воли можем погасить этот объект. Каким образом? Любым. Ну, как вот, например, у нас есть... Мы говорим, что на самом деле у треугольника три угла. Да, мы можем рассказать, можем своим усилием воли погасить этот фундаментальный факт. Значит, есть нечто трансцендентное, которое определяет то, что нам дано. Но если мы начали говорить о Канте, то у треугольника три угла это ни в каком случае не трансцендентно. Это вообще неоприорно. Тем не менее, нет такой могучей человеческой воли, которая могла бы этот факт погасить, что у треугольника три угла. А может, мы прикроем один угол бумагой? Дело не в этом. Дело же не в иллюзии состоит, а дело состоит, что по факту, по самой сути дела так. Может, что угодно прикрывать, как и обманывать себя. Но если мы же говорим о субъектах, которые себя не обманывают. Не обманывает, да. То есть, скажем так, мы говорим о внешней необходимости какой-то существования объекта. О том, о чем вы говорили. Здесь внешняя – это наша воля, но наша какой-то… Нет, не по нашей воле. То есть, мы не по нашей воле. Здесь по нашей воле нет. То есть, я говорю, одна необходимость, существование вот этого стола, стола – это внешняя мне необходимость. Ну, смотрите, когда слово, говорят, независимо от субъекта, слово «независимо» имеет в виду именно то, что от нашей воли он не зависит, что это некая необходимость. Необходимость? То везде, в классической философии, когда говорят, что есть вещи независимо от нас, то имеет в виду именно порядок воли, а не порядок объектов. То есть порядок, в котором работает необходимость, как вы сказали, достоверность, то есть уверенность, воля и прочее. Это другой порядок. Есть два порядка. Порядок объектов, а есть порядок воли. Я не понял. Я много раз вам повторял, и мы к дискуссии постоянно к этому возвращаемся, и мы постоянно это не понимаем. Есть два порядка субъекта. Есть порядок субъекта в окнахе. Давайте была в одном порядке. Я вам просто расскажу, почему это два. Потому что и в классической философии есть теоретическая философия, которая занимается метафизикой, а есть практическая философия, которая занимается этикой. Дело не в этике, а в том, что, допустим, уже у Фихта это объединено в одном. У него на одного поучения оно имеет в виду именно и волю, и в метафизику было внесено волю. Блад, уходим. Действительно, уходим совершенно от темы разговора. Я сейчас не собираюсь настаивать на это, просто... Нет, вы абсолютно правы, я абсолютно понимаю, что вы говорите, но это не касается данной ситуации. Ну это касается, но вы просто не понимаете, я говорю, что это домичным было. Блад, извините. Когда вы сядете, вы будете говорить. То есть у нас постоянно возникает такая ситуация, что... А я думаю иначе. Ну так все думают иначе. Дело не то иначе, я же понимаю, что вы говорите. То, что вы говорите, это не является чем-то необыкновенным. Конечно, не является. Я не говорю, что это не поднаграждение. Но почему-то есть необходимость, сразу почему-то трансцендентное. Вот слово «трансцендентное» не означает. Не сразу, не сразу. Трансцендентного вообще нет. Я могу вам по секрету сказать, что трансцендентного нет. Вот, а у меня есть. А у меня есть. Какие вещи в себе у вас есть? Есть. Какие могут? Мне интересно просто, как они вам даны? Не даны. Блак, вы прекрасно знаете, что я разделяю два понятия, существует и есть. Я не знаю просто. Мы с вами много раз обсуждали. Вы много раз говорили, но я так и не понимаю, в чем я говорю, различия. У вас субъекту даны в различении вещи в себе. Не даны. Значит, даны. У вас же даны? Не даны. Вот объект дан в различении. Но сейчас вы, субъект, вам дано? Нет. Ну вот вы сидите и различили. Не понятия даны. Ну вот сколько раз можно. Различить в понятиях, это не значит, что... 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 дворосных объектов. По сути дела, по-моему, немного не хотите разговаривать. Вы когда различили в понятиях, это означает, что по факту, по сути... Я не в понятие, а различил понятие. Не понимаю, что значит различить? Но есть понятие, вещь в себе, я ее различил. Но есть такой объект, значит? Объект понятие. Но самой вещь не является объектом. Абсолютно. У вас объектом являются мысли. Мысли являются. Значит, это мысль о вещах в себе, это объект? Объект. Мысль объекта. А сама вещь в себе не объект. Как это так? Субъект. Субъект это не объект, а мысль о субъекте это объект. Ну, ладно, это же элементарное... Вы должны видеть, что вы сами рефлектируете о том, что вы говорите. Вы сами различаете, все это различаете, для вас все это объекты, и тем не менее, как вы говорите обратно. Объекта субъекта, объекта вещь в себе, объекта абсолют, объекта сознания нет. Но вот заметьте, что... Нет такого объекта. Странно же. А понятия есть. Я согласен, я вам каждый раз... Это же элементарно. Это элементарно, но каждый раз вы задумаетесь. Вы говорите, например, я скажу, что Игоря нет. Но из этого не значит, что Игорь не станет. Почему? Потому что... Потому что... Говорю ли я, когда я не говорю? Булат, когда вы скажете... Субъекта нет, субъект все равно есть. Булат, когда вы скажете, Игорь существует, вы мне перечислите огромное количество его качеств, признаков и все прочее. И тогда... И тогда да. А хоть один признак субъекта? Ну давайте субъекта пока не обсудим. А, хоть один приступ в себе, назовите? Я сказал, что их не существует. Я только что сейчас сказал. Они не существуют, но они есть. Это очень странный поход. Это просто очень необычно. Потому что когда говорят, что что-то не существует, то говорят, что его нет. А вы говорите, что что-то не существует... Дело в том, что я различаю понятия существует и есть. Абсолют он есть. но не существует существование это прежде всего для субъекта для субъекта и в его субъектной действительности и предикатное какое-то явленное феноменальное абсолютно для кого существует для себя только но мы же не можем стать для себя он существует вот абсолют является субъектом собой себя не может это и это им плодотворно как-то когда мы различаем существование 2 существование 2 но три с вами 2 просто химера не для кого она не существует вот и яркий пример что понятие химера есть а химеры химер не существует а со соблюдом тоже самое понятие нет там другое а почему а потому что химеру мы можем описать не можем писать абсолютно абсолютно по определению это то что не имеет определений как только что вы определили что он по крайней мере существует то есть я не существует есть так это не это не предикат почему если это это в каком-то смысле были не против или качество это не качество ладно отклонились значит когда мы говорим о феномене или явление что до 10 15 потратили зря давайте больше не прерываться существует наша действительность некой необходимостью необходимость значит он достоверно существует но эта необходимость она имеет двойной двойное значение 2 2 направленности два аспекта то есть одна необходимость со стороны трансцендентного мира вот со стороны вещи в себе и вторая необходимость со стороны субъекта то есть по этой необходимости это необходимость определяет что она она вот нам дана вот и кому-то дана вот что-то что-то дано а форма явление феномен определяет субъект то есть то что нам донос виде какого-то явления феномена зависит полностью от субъекта чисто это кантовская схема то есть все мы здесь понимаете что канта формы не является субъективными в том смысле что они непроизвольны нравится субъекту не нравится он был от я произнес стал субъективная различать слова субъектные субъективные субъективные это произвольно по воле субъект а субъектные то что зависит от субъекта то есть это нормальная кантовская схема то есть то что она ненормальная все нужно показать что она ненормальная и просто как бы как-то специально вы утягиваете туда разговор который просто не по существу на самом деле давайте я буду предать что по существу нет то есть мы уже скомкали дело не в этом необходимость со стороны субъекта же не в этом я говорю о необходимости феномена некоторого вот его наличие наличие этого феномена вот этого стола в моей действительности и во всех ваших действительностях она определяться не нами не субъектами а вряд ли чем-то трансцендентным то есть что-то за этим столом стоит но та форма в которой он от нам до форму в которой он дадут что явление мы видим все его по-разному определяется каждым субъектом это необходимость которая отходит от субъекта он не каждого все для всех как для каждого по-разному для всех одинаково а там три смысл кантом с к смысл цели что для всех одинаковая чтобы тот а как вы как бы назвать необходимости со стороны субъекта форма дачу она для всех одинаковое имеет по-разному пространстве всем пространстве и времени сделать пространство время до а явления и феномены все даны одинаково пока нужна необходимость состоит в форме которая является пространстве верим он полагает что 5 постулат Я не говорю о положении, о времени, я говорю о полном феномене, полном феномене. Но вы же говорите в Кантовских, сами сказали, мы рассуждаем в Кантовских. А Кантов только говорил о пространстве и времени, и о никаких других форм чувств. Еще, конечно, категории есть, давайте про категории говорить, они тоже для всех одинаковые. Ну, я думаю, я вижу, что это какая-то провокация, или... Александр, вы поймите на самом деле, вы разговариваете со специалистами, и в том числе и Кантовские, и Гигель, и в любой философии. И когда вы утверждаете, что у вас Кантовская схема, давайте держаться Кантовской схемой. Кантовской схеме, со стороны субъекта, необходимость формы состоит в том, что все феномены дали пространство и во времени, и в категориях, и все это для каждого субъекта, любого. Да, было необходимым образом. Необходимым образом. Для каждого. При этом у каждого и... Давайте сделаем следующий шаг после Канта, и даже для каждого свое пространство, и для каждого свое время. Хорошо. Они не абсолютно. Нет, ну давайте, значит, мы фиксируем. У нас различает существование и существование, и как есть ее, и как существование, это не одно и то же. У нас различается субъектность и субъективность. Ну, это для всех отличается. И третье, мы делаем следующий шаг за Канта, вводит Канта, и говорим, что пространство и время для каждого свое. И содержательность себя своя. Ну и категория, наверное. И логические категории тоже, наверное, свои. И свои категории. Потому что категория тоже форма, которая накладывается, и которая состоит из форм пространства и времени плюс категории. Итак, давайте, Влад, вопрос. Значит, сейчас мы заткнулись вот на такой тезисе. Влад утверждает, и Игорь ему вторит, что феномены всем субъектам даны одинаково. Да? Да. Это Кантовская позиция. Нет, я не про Канта спрашиваю. Нет. Я не про Канта спрашиваю. Я говорю... Подождите, я просто... Я не хочу, как бы, пока свое обсуждать. Я не про свое, я спрашиваю. Вы в Кантовских теме работали. Нет. Вы в Кантовских теме работали. Все это попытаться не... Значит, все феномены, все явления, всем субъектам даны одинаково. В физической реальности, да. Да, да, да. Значит, дальше я объясняю для других. Потому что на этом мы заканчиваем разговор. Ну да, и Кантовская, когда у вас не Кантовская. Нет. Вы можете отказаться от Кантовской. Схема? Нет, нет, нет. Вы сказали, что Кантовская с Кантовской имеет отношение. Нет, Кантовская имеет отношение здесь то, что признание некоторых вещей в себе. Признание... Нет, даже вещь в себе может защитить. Неважно. Что есть некая трансцендентная необходимость, которая... То есть я не могу сказать... Ну ведь казалось бы у Кантовской философа, поэтому у него трансцендентного нет. Отбирается только трансцендентальный. Транццендентная. У Кантове трансцендентная. У него есть трансцендентная трансцендентная. Не надо, не надо. Да, он же доказывал, что Бога нельзя доказать, потому что нет трансцендентального. У него есть все, что есть, только трансцендентальный объект. Трансцендентного объекта у него ничего нет, он даже об этом не обсуждает. То есть, трансцендент для него всего лишь гулая речь. Потому что трансцендентальный, если вдуматься, это религиозно. Ну давайте, что значит ваша философия не Канта. Просто говорю, что попытка так описать Канта, она не верна. Я не описывал Канта. То есть, давайте, действительно, чтобы... Просто вы тогда уйдите от Канта и расскажите... Нет, нет, нет. Значит, здесь вопрос вот в чем. Что в данном случае, ну просто для понимания... То есть, я не сказал, что я пересказываю Канта и не выхожу за его пределы. Хорошо, хорошо, нормально. Просто я использовал понятие, вещь в себе для того, чтобы показать, что есть некоторая необходимость, с которой вещи появляются у нас в действительности. Вот. И есть другая необходимость со стороны субъекта, которая оформляет эти вещи в явления, которые нам даны. И мы не можем утверждать, что я вижу красное точно так же, как и вы видите красное. И мы не можем утверждать, что в физическом даже мире, что мы видим одно и то же. Ну как бы наука существует... Нет, Влад. Ну хорошо. Мы сейчас говорим о субъектном мире конкретно в действительности. Действительно, у вас мир гораздо более многобразен, чем у обычного философа. У вас, например, абсолютно не существует, но он есть. У вас, например, красный и шар дан разным людям. По-разному. 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 Ну конечно, по-разному. Мы даже не можем сравнить. Мы все назовем красный и шар, а может быть кто-то видит квадратный синий губ в данном случае. Это у вас как бы значительно более богатый мир, чем у обычного философа. Игорь, ну это же настолько норма современной философии, что мы не можем сравнить нашу субъектную данность, и мы не можем сравнить наши описания. В опыте же мы можем сравнить. Мы сравним наши описания. Вот работает светофор, и все почему-то видят. Да, но при этом один видит... Мы скажем, что вот загорел верхний светофор, да, верхний. И назовем красный. Сдалека не видно, верхний он или нет, в темноте. Давайте вот уже до такого не опускаться. Давайте продвинемся. Даже у меня есть понятие норма. Идальтонизм и прочее. Не о дальтонизме речь идет. Не о дальтонизме. Потому что речь идет, раз мы не полностью не можем сравнить красное и друг друга, у нас нет никакого смысла в результате этого говорить, что красное другое у другого человека, чем у него нет. И не из-за того, что мы их не можем сравнить. Мы их не можем сравнить. Да, но тогда я хочу сказать, что из этого как раз следует, что красное одно и то же. Нет, одно и то же название, знак, слово одно и то же. Мы называем себе красное, по той простой причине, что сравнить мы их реально не можем. Поэтому если мы его... Нет. Сравнить-то нет. Утверждение тождества, оно положительно. Значит, оно подразумевает возможность сравнивания. Если мы не можем сравнить, то мы и не можем сказать тождество. Вот. Ладно, поехали дальше. Значит, возвращаясь к нашим двум необходимостям и принимая, что форма вот этого объекта, явленность, феномен, он зависит от субъекта, давайте мы говорим не только о физическом мире, а мы говорим, скажем, о всех сейчас антологических регионах. А какая форма у других регионов? А, такая вот, скажем... А, форма? Форма, я говорю, не квадратная и круглая. А, феноменальность. Мы понимаем, но просто... Скажем, если я слушаю... Сначала докажите, что есть априорные формы у других... В чем все априорные формы? Я распроизносил априорные формы? Ну, у Канта, вы же... Ну, нет, у Канта отказались. Вы саприорные формы. Слушайте, ну, ребята, я не говорил про время и пространство. Да, у Канта есть... Да я не говорю этому, Александр, вы не хочется слышать. Почему субъект всегда формы придает? А почему он их просто не воспринимает? Потому что он не может воспринять иначе, как феномен. Субъект не может ничего воспринимать, кроме как феномен, как явление. То есть форма на любом уровне реальности и придает субъекту? Конечно. Ну, это вот не так просто. Просто по факту это не так. Почему не так? Ну, потому что, как бы... А кто придает? Скажем, когда мы с вами слушаем одну и ту же музыку, вы говорите фигня, я говорю прекрасное. Это зависит... Мы придаем это. Это не наша явность. Когда вы сказали прекрасно, это вы просто интерпретируете... Это не интерпретация. Я получил удовольствие. Я не интерпретирую. Ну, это и есть как бы отношение. Ладно, это будем слово интерпретация. Это такое же явление... Ну, вы понимаете, как бы интересно. Либо у нас же диалог, либо мы пытаемся друг другу понять, либо получается, что вы просто декларируете свое, а мы как бы должны слушать. Ну, это же... Ну, давайте так. Давайте лучше так. Я буду декларировать, а вы слушайте, а потом будете рассказывать. Ну, понимаете? Суть вопроса же уходит, и потом будет глупо спрашивать какие-то частности, когда суть вопроса уйдет. Ну, ладно, давайте продолжаем. Нет, ну... Просто я просто хочу... Мне казалось настолько... Субъект в других регионах реальности, кроме физической, никакие формы не придает. А, то есть ему дан объективно, внешне только? Не, не дано, он просто добавляет интерпретацию. А что дано? То есть, получается, значит, вы множите. Сначала мне дан какой-то объект, а потом я его интерпретирую. Вот интерпретация различается, а данность всем одинаковая. Да? Физическая реальность... Значит... Нет, я не про физическую... Потому что данность, это и есть физическая реальность. Ну, для... Она всегда материальная, да? Она всегда материальная. Для вас, для вас, в самом начале своего разговорского, если мы хотим говорить о реальности только физической... То есть, мы закрываем и вас удаляем. Дальше мы говорим о реальности не физической. Да, делали в этом. Но нельзя так вот, как бы, без обоснования распространять то, что Кант высказал. Да не про Канта я говорю. Не про... Ну, вообще, вот вся вот эта схема работает только для физической, для восприятия. А надо вам даже доказать, что для других это работает по власти региона. То есть, вы говорите, что, значит, в других регионах нечто нам дано двояко. Нет, в других регионах те вещи себе. Вот других регионах. Вот вы нарисовали вещи себе. В регионах других где вещи себе? Ну, там же. Абсолютно там же. Ну, где? Ну, политически. Там же. Там же это где? Мне просто интересно... За наше действительность. Кант об этом не рассуждал. Кант об этом не рассуждал. Я об этом рассуждал. Не потому что он понимал, что это как бы разговоры некорректные. Нет. Он понимал, что об этом он не может говорить. Нет, еще и языка. Где там за политическим каким-то событием, которое сплошняком представляется в одну интерпретацию? Где там еще какая-то другая там, я не знаю, вещь себе? Я не понимаю. Была. Я поясняю. Значит, если нечто, скажем, событие или факт, он лежит за пределами субъектной интерпретации. Есть что-то? Да. Есть. Стоп, стоп, стоп. Есть. Все там материально находится. На нижнем физическом уровне вот все, на что опирается весь верхний уровень, это нижний уровень. Ну, понятно, понятно. Значит, это такой сугубо диамат. Вы можете как угодно называть. Это диамат. Это просто нормальная классическая философия. Да, это нормальная классическая, да, нормальная классическая философия, которая заключается в том, что есть некая каузальная замк из физического. Каузальная замкнусь физической. Нет, нет, каузальная замкнусь физической. Все происходит только на физическом уровне, а все, что есть выше физического, это лишь интерпретации субъекта. Если субъект об этом высказывается и реагирует, то это интерпретация, да? Так и есть. То есть мы не можем говорить ни о каких, скажем, ни о какой деятельности, вне материальной, опыте. А во всем можем говорить, там знаковая система. Мы договорились, что вот этот знак считать за это. И работаем с этими знаками. Там много знаков. Что такое добро? Договорились. Что такое зло? Договорились. Там нет объектов. Явлений, феноменов нет. Вся физическая реальность никуда не девается. Нет, я говорю, вне физической реальности, то есть вся деятельность вне физической реальности не наполнена никаким смыслом, кроме субъектной интерпретации. То есть там нет ничего. Почему так? Почему ничего? Вся субъект, вся физическая реальность-то есть? Я говорю, вне физической реальности нет ничего. Просто еще раз говорю, что интерпретация... Ну ладно, значит, действительно у нас... Интерпретация есть произвольная, есть непроизвольная. У нас расхождение принципиальные философские. Не у нас, а у вас с классической философией. У меня с классической философией. Я просто выражаю мнение как по классической философии. Как смело, но все равно. Говорить про форму политической реальности, которую придает субъект в политической реальности, не очень внимательно. Это не просто смело. Это настоящая революция. Я не вижу в чем логическая разница. Если я вижу в химическом процессе, вдруг произошло какое-то событие, я его восприниму как явление, оно мне дано. Если я вижу идет какой-то политический процесс, и там прошел тоже какой-то сбой, и он тоже мне дан. Дальше. В зависимости от того, от моей субъектной формы, от как я субъект, от моих понятий априорных, я не ограничиваю это только понятием время и пространство, все мои естественности. Я химически интерпретирую вот так, вижу вот так, другой может по-другому. Так же политическое. Один видит так, другой по-другому. Это феноменальный, то есть это факт феноменологический. Это вам кажется? То, что люди по-разному воспринимают события, это мне так кажется? Да, да, да. Вот ваш блестящий пример с музыкой. Вы понимаете, да, что девушка бывает блогинка и брюнетка, но не бывает прекрасных и привлекательных девушек. Не бывает. Девушка не бывает сама по себе привлекательной. Да. Привлекательность не свойств девушке, это свойство моего отношения к девушке. Да, это дифференции. То, что так же с музыкой. Вот у вас есть физическая последовательность звуков. Вот хопа. А то, что для была эта музыка кажется безопасной для вас приказной, это опять не интерпретация вашей. Это добавка. А че? 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 Нет. Че? Это не форма музыки. Это не форма музыки. Как и приказно. Девушки бывают... На схему посмотреть. Девушки бывают этими блогинками, брюнетками, но не бывают красивыми. Вот самое что забавное. Что красота... То есть схема другая. Другая. Но когда мы поднимаемся в высшие физические реальности, там другая принципиальная схема. Там не так, как у Кантера. Никакие формы там субъект не придает. Просто вот вы понимаете, я не согласен с тем, что вы полностью расходитесь с классической философией. Потому что вы опять апеллируете к вашему любимому Эйдосу шкафа. Нет. Потому что сказать, что там у вас что-то появляется в политической реальности, это вот то же самое, что Эйдос создает тот самый предмет. И в том числе там есть и определенного рода политическая интерпретация. Значит, существует Эйдос шкаф? Нет. Эйдос шкаф действительно не при чем. Эйдос шкаф действительно не при чем. Тем более, что... Потому что не многие поймут, что это такое. Да. Тем более, я никогда не говорил, что он существует. А наоборот. Ну конечно. Ну вот. Скажите, нет. Можно сказать. Давайте. Возьмем вашу. Тем не менее, мы когда обращаем внимание, мы видим, что привлекательность девушки это наше свойство, а не свойство самой девушки. А ее свойство блондинность и пронеткость то, что у некоторых из них две руки и две ноги. А у каждого пространства гренета свойства? Да при чем? Да. Причем. Да, это действительно такой материалистический подход. Да, действительно, девушка сама по себе, вне мужских глаз. Красота это некая вещь в себе, которая не обладает красотой. Нет, нет, в кавычках. В кавычках. В кавычках. Ну, Игорь, Игорь, ой, слушай. Ну, это в кавычках. Я не успел поднять. Это очень большие кавычки. Это очень большие кавычки. Я бы сказал, что 15 кавычки. Да, надо, что 15 кавычки. Если она была бы еще в себе, если бы вне мужского взгляда, она была бы сама по себе волосатым мужиком. Вот. Но. Но. Но мы. То есть вот здесь именно действительно слово интерпретация возникает. То есть когда я вижу девушку, я вижу девушку, я воспринимаю ее красивой. И для меня она обладает свойством красивая. И это не интерпретация. Ну, вот это же не так. У меня нет. Игорь. Что с любым интерпретацией. Аксинормальный человек в состоянии различить привлекательность девушки от того, что она блогинка или нет. Нет, 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 нет. Там нет такого блогинка, две руки, две ноги и привлекательность. Нет. Дело в том, что... Игорь, Игорь, у нас есть качество объектов на разных уровнях. У нас есть твердая, мягкая, толстая, высокая. А есть у нее физиологические там, скажем, болезни какие-то нет. Есть психологический уровень, она нервная или спокойная. Есть высший еще уровень, она привлекательная или не привлекательная. Нет такого. Есть. Такого ощущения, что девушка привлекательная, как ее свойство, такого уровня нет. Есть. Почему нет? А почему нет? А как возникает тогда, что девушка, допустим, вам сейчас привлекательная, что-то вы как бы подумали там... Да, все правильно. Она перестала быть привлекательной? Конечно. Так это означает, что это не она привлекательная? Нет, это означает, что я изменилась, она не изменилась. Она изначально, она, она изначально, то есть как и любая вещь, как и любая вещь, сама по себе не несет никаких качеств вне восприятия. Не бывает, что у девушки нет свойства привлекательности и любимости. Так вот, вот в этом-то нас расхождение. Вы утверждаете, что у вещей есть, у объектов есть имманентные свойства вне восприятия. Я же утверждаю, что их нет имманентных свойств вне восприятия. То есть само свойство это есть восприятие только. То есть если она сама себя воспринимает, то это недостаточно? Да, достаточно, для меня недостаточно. Для меня она только комплекс восприятия. Есть, действительно у нее есть свойства, они зависят от нашего восприятия, как и пространство-время. Всегда наш способ нашего восприятия отношения к какому-то предмету. Но с другой стороны у нее нет свойства любимости быть или свойства привлекательности. Это не свойство. Это свойство. Мои модусы меня, и я в любой момент нормально их... Но я ей присваиваю это. Я присваиваю ей. То есть здесь разница. А в следующий раз я другую присваиваю. Я изменился. Это называется интерпретация. Нет. Это и называется интерпретация. Как можно присваивать? Обожди, Булат, интерпретация, если я это ментально делаю, если я подумал, прикинул, но если это есть непосредственное восприятие, это не интерпретация. То есть на случай это так. Булат, нет. Игорь, просто простой пример. Да нет. Я могу сказать, что какая-то партия политическая, она права. Потом подумать и сказать, что не права. Потом подумать и сказать, что права. И так далее. Это и есть интерпретация. Это вот именно на этом уровне. Когда вы подумали, проанализировали. А когда вы смотрите телевизор, и не подумав, и не проанализировав, у вас реакция какая-то, отвращение, вы включаете, или наоборот радуетесь. Это не интерпретация. Это восприятие. Такое же, как восприятие камня. И оно зависит от вас. Как вы воспринимаете? От субъекта оно зависит. А в следующий раз я подумал, и что? А в следующий раз вы изменились. Что ты говоришь все время? В следующий раз. В самом простом моменте свойство привлекательности и любимости девушки отличается, что свойство, как рост метр шестьдесят два, и как ее метр это отличается. И никаким образом. Есть такая наивная точка зрения, что я могу свойство любимости присвоить свою девушку. Нет, не любимость. Любой. Не привлекательность. Значит, да, действительно. Нет такого. Значит, мы нащупали самую главную проблему, что мы сейчас обсуждаем, это вот то, что я сейчас рисовал. То есть, вы считаете, что у вещи, у вещи есть имманентные свойства, которыми она обладает вне субъекта. Вот. И эти имманентные свойства на каком-то уровне вещи заканчиваются. Вот мы берем девушку, да, и мы можем обсуждать ее, начиная там от физического, потом химического, физиологического, психического, ментального, духовного, вот все, да, это все ее тела. Вы утверждают, что на каком-то из этих уровней заканчивается ее имманентное качество, а начинаются интерпретации. Я же говорю, то есть, я закончу, я говорю, что либо интерпретации везде, везде интерпретации, только на нижних уровнях они у всех практически одинаковые, а на верхних уровнях разнятся, потому что мы физически все одинаковые, а ментально мы разные, психически мы разные. Вот. Либо другой вариант, другой вариант, что интерпретация это именно ментальная оценка восприятия, что есть некое восприятие, первичное, некая данность, и в этой данности одинаково, что я воспринял ее рост, что я воспринял ее красоту. Она одинаковая, что, ну, это разные ее свойства, разные уровни. Ну, это как бы позиция действительно очень, просто времени у нас сейчас нет, это обсуждать, но это позиция неправильная, но вы зря ее защищаете. Что значит неправильная, Булат? Ну, потому что она некорректная, ну, нельзя действительно, ну, любой человек, да даже что к любому человеку апеллирует, ну, просто стандартное понимание, что есть свойства вещей, а есть наши отношения к вещам. То есть любить, опасаться и прочее. Каким образом, вот у вас объект А, и он обладает такими-то темпами прибыльными. Да, а есть как в наших отношениях. У нас эту форму субъектной, объектной штуки, на ее привлекательность, на любимость вы ее распространить не можете. Любимость, привлекательность, это одно, а на высшем уровне так оно и есть. Игорь, почему, почему, если у нее есть свойства привлекательности, удивитесь, нет такого свойства. Почему, для меня есть, чем мое восприятие привлекательности отличается от восприятия красного? По восприятию ничем не отличается, но есть отношение к объекту, а есть сам объект. Да. Но вы можете относиться к объекту, ненавидите его, любите его. Привлекательность, это свойство у вас, как субъекта. Так и восприятие красного, это тоже мое субъект. Самое смешное, что вы сами можете отличить сущность объекта от того, в чем состоит ваше отношение к этому объекту. Вы можете объект сначала ненавидеть, потом бояться. свойства собственного предмета ну и как бы на этом бы на этом уровне мы не стыкуемся я в своем продолжаю то есть со своей технологии есть ли объект объект явление феномен как данность нам определяется не только внешней необходимостью некоторых то что стоит за объектом его внутренние его неким имманентным объектным таким свойствами которые но также то что субъект то тогда внутри одной действительности мы можем только разделить объекты на достоверные и недостоверные но не можем выявить реальные то есть нам бессмысленно вот доходя из своей действительности называть какие-то объекты реальными какие-то нереальными для этого есть пользуй томатер и stock верный но так что я скажу для меня это достоверно это ничего нам не говорит о реальности то есть реальность нам нужна именно как и межсубъектное а не внутри одного одной субъектной действительности вот и тогда у нас всплывает поняте опыт значит поняте опыт могло В смысле и внутри этой действительности. Но сколько бы мы не проводили опыты, все эти опыты будут нам подтверждать только достоверность объекта, достоверность явления, достоверность феномена, его необходимость в нашей действительности. Но из этого делать заключение, что объект достоверный и реален, нельзя. Нам нужно прежде всего обратиться к межсубъектному опыту, к опыту совместной деятельности. И в совместной деятельности у нас тоже есть противоречие, которое мы называли изначально про реальность. С одной стороны, принято говорить так, что если мы в своем опыте, в совместной деятельности что-то делаем вместе, одинаково относимся к объекту, то это указывает, что за этим объектом существует некая реальность. Что он как-то реален, этот объект. И что эта реальность может быть там нечто независимое от нас реально, вне нашей действительности. Но с другой стороны, в опыте мы оперируем этими самыми явлениями, феноменами. То есть ими мы оперируем. Мы не оперируем вещами в себе или чем-то. То есть мы оперируем этим столом. Вот мы вместе взяли его, перенесли. Мы что-то делали с конкретными феноменами и явлениями. Но при этом здесь следует отметить, что наличие объекта в опыте, в деятельности совместной, ничего нам не говорит о тождественности этих объектов. То есть мы не можем утверждать, что если мы пронесли вместе стол, что он тождествен для друг друга. Можем говорить, что находится некоторая эквивалентность, сопоставимость, некоторая соотносимость. Ну скажем, я могу, ну взяли оба за ручки какого-то шкафа, понесли там, да. Ну для меня ручка представляется в виде рога, а для другого может представляться в виде чего-то. Но мы вместе это делаем. То есть мы как бы вместе беремся за что-то. Но это не говорит о том, что это для нас одинаково дано. Это говорит о том, что просто этот объект одинаково включен в нашу действительность, в нашу совместную деятельность. Есть очень интересный момент с опытом, с которым мы тоже сейчас начнем, наверное, драться. Это то, что опыт у нас не глобальный. У нас есть некоторая сфера, в которой действительно можно воспринять некую глобальность опыта. Это бытовой и научный. Вот внутри быта, когда мы переносим столы, там красим, делаем. И в науке у нас есть некоторый опыт, в котором нам объекты даны одинаково, по указанию, то есть как мы представляем. Как это случайно получается, да, что объекты одинаковые? Почему случайно? Ну это данность такая. Вот мы взяли один стол и понесли. То есть она как сама по себе существует без субъектов. То есть вот у нас есть... У вас же это получается, что везде вроде как все от субъекта зависит? Как так совпало-то? Это чудо, что ли? Сейчас. То есть вот у нас есть некий объект. То есть мы предполагаем, что за ним что-то есть. Что-то есть. И что это за ним? То есть вот одна субъект, второй, третий субъект, субъекты со своими субъектными действительностями. И в некий объект, в их деятельности, они замечают, что они одинаково с ним действуют. И они говорят, что он реален. Он реален. Он реален в нашей деятельности. И если мы говорим о бытовой деятельности, о науке, о физическом мире, то вот это вот пересечение, которое можно назвать физический мир, бытовая деятельность, да, там все объекты, все объекты, мы одинаково с ними действуем. А если придет какой-то странный, то для него это нереально? Да, да. Он придет и скажет, что у меня вот еще есть вот здесь вот объект. Мне там скажут про те объекты, что они нереальны. И это будет возражение по-вашему? Да. Ну вот это и странно. Нет, почему странно? Науке казалось бы все равно, что придет какой-то сумасшедший субъект и скажет, что у него нет. Нет, почему странно? Это значит только одно, что вот для всех, для кого в пересечении, в деятельности они совпадают, для них они реальны, для него нереально. А почему наука тогда одна, а не много? А потому что наука одна, потому что я сказал, что для большинства людей вот этот опыт... Давайте закончу фразу, которую я начал, что наука, наука вся целиком, как воспроизводимое в деятельности, то есть определение науки, по определению воспроизводимое в деятельности, она включает, находится в области, где наши действия совпадают. Поэтому находится здесь. Нет, то есть не существует таких субъектов, которые могут прийти и сказать, что... Ну, почему не существует? Ну, я говорю, вы же сами сказали, что воспроизводимое... Воспроизводимое для максимального количества. Если кто-то пройдет сквозь стену... Нет, ну, если бы были субъекты, которых это не действует, то была бы вторая наука, другая. Нет, нет. Воспроизводимость для одного – это не воспроизводимость. Воспроизводимость в частной действительности – это не значит воспроизводимость для многих. Почему случилось так вот такое чудо, что... Давайте я продолжу. То есть у нас нет глобального опыта, перекрывающего всю деятельность человека. То есть у нас есть за пределами науки и за пределами бытового опыта, есть деятельности и действия, в которых множество людей могут прийти к согласованному опыту и утверждать о реальности какого-то объекта. Два этих субъекта могут в какой-то области прийти к согласованию, что вот у них... Но при этом он будет находиться за пределами деятельности других. Что мы наблюдаем в искусстве, в науке... Ой, не в науке, в политике, в этике. То есть есть некоторая группа людей, которые совместно действуют, для которых некоторое множество объектов считаются реальным, а не реальным. То есть если бы у нас наука перекрывала бы научная деятельность, перекрывала бы весь мир, все деятельности, все сферы, тогда бы мы и говорили, что да, действительно есть, существует одна реальность на всех, одна деятельность на всех, в которой мы одинаково воспринимаем объекты. То есть два сумасшедших в СИГ-больнице решили, что есть какой-то объект. Да, да, да. Барабашка. И значит, он есть. Он реален, по-вашему. То есть реален барабашка за счет... Влад, 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 послушайте внимательно. Он реален в их деятельности. Но это просто стоит, что у вас реальности слово ничего не значит. Слово реальность вам не нужна. Реальность нужна. В их деятельности есть барабашка. Его нету на самом деле. Он реален для них. В их деятельности он есть. В их деятельности он нет. Они пришли к соглашению, что они вот его вместе... Вопрос просто и говорит, что реальность не относится по этому, к сумасшедшим субъектам. Тогда говорят, до реальности... Тогда реальность вот сюда вытесняется. Тогда они ничего не могут говорить. Либо мы говорим о... Либо она не вытесняется. Просто есть как бы некоторого рода... У вас всегда в субъекте единичный. Почему единичный? Вот, пожалуйста, сколько субъектов. Я понимаю, что как бы есть классические философии введено понятие всеобщий субъект, где взяты... Давайте не будем ссор. Давайте я закончу. У меня осталось... Я, кстати, недаром апеллирую к науке, потому что вопрос Канта именно был и так. Обосновать математику и есть связь. Да, 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 все правильно. Она одна. Да, а самое интересное, самое интересное было, что наука с Канта с тех пор так изменилась, что уже мы не можем утверждать о реальности объекта вне субъекта, вне наблюдателя. В современной науке, в современной науке. То есть Солнца нет, если никто не видит Солнца в своей жизни? Нет, извините, у нас Кантова механика. И мы уже не можем утверждать о наличии объекта вне наблюдения. Только одна же интерпретация Кантовой механики. Ну да, ну скажем, в любом случае там есть интерпретации, разные интерпретации. Ну да, многомировая, как бы она подразумевает, что в каждом мире... Но это непроверяемое. То есть это нельзя к ней аргументировать. Но в опыте, скажем так, в опыте без интерпретации, в опыте современной квантовой механики производим, мы не можем гарантировать, вот сейчас повторяю опыт, что мы получим некий результат вне зависимости от субъекта, от наблюдателя. То есть в квантовой механике от науки не это означает? Нет. Это означает, что нет магнит. Нет. Есть вероятность. Ученый А одно измерил, ученый Б другое, и значит нет магнит. Вот здесь даже квантовая механика ни при чем. Я когда подкрылся монетку, я никогда не могу сказать, что у меня будет алёва-дерешка. Но для этого не нужен субъект. Ну правильно. Для этого не нужен. А в квантовой механике нужен. А всеобщий субъект, а всеобщие наблюдатели. Что такое всеобщий субъект, который не зависит ни от каких частностей каждого конкретного субъекта эмпирического. Это тот субъект, который берется как наблюдатель, абстрактный какой-то некий свидетель. Понимаете? И у Канта точно такой же свидетель, и у Гекеля такой же свидетель. И все они отбросили эмпирические всякие частности. Ладно, приходим к выводам. Да, есть критерии реальности. Есть. Сейчас мы о нем спорили, да? Это опыт совместной деятельности, ничто другое. Вот только опыт совместной деятельности является критерием реальности. Основываясь на бытовом научном опыте, мы утверждаем реальность большого онтологического региона, в котором пересекается действительность и подавляющего числа людей. Вот там пересекаются в действительности подавляющего числа людей. Там совместный опыт приводит к одинаковым результатам и утверждаем по реальности вот этих вещей, феноменов, явлений, объектов в этом. Но этот регион не перекрывает весь мир. В других регионах тоже есть деятельности, совместная деятельность субъектов, и области, в которых она возможна, участники этой деятельности называют также реальными. То есть в другой деятельности, в которой не перекрывает всех остальных субъектов, они также называют реальными. И мы спорим, когда, Булат, вы начинаете говорить, мы должны выяснить философию, как на самом деле. Мы должны выяснить, как это реально. Вы тоже пытаетесь выяснить, как это реально философия. Но при этом рядом находится другой человек, для которого реальность философии будет другая. Вот у нас с вами разная реальность философии. Я не знаю, что реальность философии, реальность как бы она одна, она там... Если критерием реальность является совместная деятельность, то тогда, если мы принимаем, что совместная деятельность бытовая и научная не перекрывает все деятельности, значит есть и реальность в других деятельностях. У нас есть три варианта говорить о реальности. В данном случае нам спорить нечего, мы сейчас займем каждый из этих трех вариантов и все. Как о едином трансцендентном основании любых действий, любого опыта, но о такой реальности мы ничего сказать не можем. Это реальность абсолютно прахмана. То есть вот мы говорим, что вот эта истинная реальность, а все это видимо. То самое есть, да? Нет, 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 нет. Это стандартные философские концепты буддизма. Вы просто сказали, что абсолют только есть и ничего больше нельзя сказать. Теперь о нем еще можно сказать еще одно. Ничего я не могу сказать. Еще можно сказать. Я говорю не о своей концепции, я говорю о том, как есть другие концепции. Единственная реальность является абсолют. Осталось два абсцента, да? Да. Второй вариант. Как уедини для всех людей бытовой научной реальности феноменов, выявляемых в опыте совместной деятельности практически всех людей. То есть ограничение реальности только физической реальности. Но тогда нерешенной остается проблема реальности в других антологических регионах и проблема трансреальных практик. То есть если мы признаем, как Булат, что реальность у нас одна и только та, которая физическая, у нас остается вопрос, можем ли мы говорить о реальности других деятельностей, которые находятся за пределами физической реальности, и вопрос о трансреальной практике. Это тот вопрос тех парочек субъектов, которые могут в совместной деятельности пройти сквозь стену. Вот, стоп-стоп, и третий вариант. Но куриться они могут куриться. Стоп, не куриться, не куриться, не куриться. Вот, и третий разговор, и третий вариант это мой, значит, как о множестве реальностей, в которых возможные совместные действия субъектов, физическая реальность является частным случаем реальности. Ну, я это там частично пропустил. Нет, ну, у нас действительно принципиальные разные подходы, и именно с термином интерпретации. Не только, но и как бы. Нет, ну, друг к другим, да, то есть принципиально разные подходы. По поводу, по поводу, что такое объект, какие он свойства имеет тоже? Нет, ну, а объект. У нас, получается, объект все имеет, понимаете, все свойства. Нет, ну, если мы говорим по определению, что объект это то, что донос субъекта в развлечение, то какие еще могут быть вопросы? У вас, правильно. А какие еще где могут? Вы приведете другое определение. Дело же не в этом. Вы вводите какое-то определение, я же говорил, что он все редуцирует, все остальное. Причем все интуцируют? Конечно. Нет, было, конечно. То есть это не таковое определение. Было. Конечно. Первое определение. Ну, помните, у меня всегда возникает вопрос. Вы как читали Гегера логику? Вы прочитали «Чистая бытия»? А какой же она чистая? Он все интуцировал «Чистому бытию», да? Да дело же не в этом. Так дело только в этом. Я говорю на языке самом начальном. Мне не важно различие елки от стола, от Гегеля и от эмоций. Мне не важно это различие. На этом мы с вами не спорили. Мы же спорили на другом уровне. Что нет никакого, что объекты есть свои свойства, действительно. А есть как бы мое впечатление. Нет, это другое. Значит, вы же спрятали. Мое отношение к ним. Что любовь и привлекательность девушки – это по Декарту модус когета. И это больше. Это по Декарту. А по мне, это такое же свойство объекта, которое зависит от субъекта. А мы пытаемся приписать на самом деле и считаем, что Декарт немножко… Ну да, да. А вот вы на самом деле… То есть при этом получается, что действительно у нас получается дуализм. Декартерский дуализм, картезианский дуализм. Когда у нас есть некая реальность, реальные вещи, реальные свойства. И есть проведенная черта, за которой начинаются уже интерпретации, эмоции, субъективность. Не субъектность, а субъективность. Ну так оно и есть. Да, нет, не так оно и есть. Это в вашей концепции. Почему концепции? Так наука даже установили? Нет, наука вообще… Наука вообще… А наука приносит все прибыли. Зачем ты проверяет ее наука? Если повторяя arbeiten, зачем проверять науку? Бывает, аргумент к науке здесь не идет, потому что наука занимается очень маленьким регионам. Пуская она занимается маленьким регионом, она просто образцовый регион. Образцовый регион, да. Но в других регионах она не работает. Хорошо, не работает. Мы обсуждаем там, где она работает. Пуская она не работает. Это искать под фонарем, называется. Да, сумасшедшая, конечно, она не работает. Да нет, ну да. Получается, что есть освещённая наукой область, и давайте мы будем здесь искать. Дело состоит в том, что наука является некой образцовой практикой. Она образцовая практика. На которую можно ссылаться, как на... Но есть же другие практики, которые принципиально наукой не описываются. Есть, есть. Хорошо, хорошо. Ну, просто все осталось, ведь вообще у Канта принято как раз обсуждать. Да, да, у Канта как принято. Да.